Всем привет, The Brash 2019 и продолжаем на канале рассматривать более-менее хорошие фишки. Как что делается и вот для вас я стараюсь находить в сетях интернет, ютуба, что да как можно сделать, сэкономить вам время, которого потрачено очень много, пересмотрено очень много информации. Ну продолжаем рассматривать и выбирать более-менее подходящие такие штуки для понимания именно как работать в The Brash. И опять же по простому. Вот такой канал, называется канал Аника, уроки по The Brash 4R7, занятия 18, кисти и строки Аника. Хотелось бы рассмотреть именно последний вариант, здесь вот в конце, как делать рога, второй способ на канал я хочу закинуть, именно по рогам. И вот кому интересно, вы этот канал посмотрите, подпишитесь, что тут да как, очень много информации объясняется очень доходчиво, подается красиво это все, нормально, понятно и так далее. Короче, смотрите, подписывайтесь. Вот такая штукенция сейчас будет разбираться, открываем тулы, можно открыть, конечно, голову человека, ну давайте вот просто сферу откроем, Edit, Make Polymesh и откроем кисть, вот называется она, CurTube, вот это, вот именно вот тут. Так, ставим симметрию и давайте посмотрим, нарисуем что-нибудь, вот так вот. Вот такая штука получилась, непонятная пока, разбираемся как сделать из нее понятную штуку, рога. Так, откроем строк, перетащим строк, вот сюда. Вот у нас тут появляется Lazy Mouse, Curve, настройка курвы вот этой вот. И что вот она нам дает, есть здесь Look Start и Look End. Вот когда вот так вот вы наводите и направляете вот эту вот модель будущую вглубь какого-то объекта, допустим, там голова или еще что-то. И вам надо, чтобы вот эта часть не двигалась. И вы нажимаете Look Start, Start, вот эту. Все, вот эта часть зафиксирована теперь. А вот эту часть вы можете двигать, вот вот так вот. Придаем вид более-менее рогов, вот таким образом. И теперь делаем Look End. Фиксируем вот эту точку. Все, вы теперь не можете двигать, перемещать, она зафиксирована. Следом можно зайти в Curve Modifiers и жмем Size. Заходим в Curve Follow Footed. И вот здесь вот есть настройка вот этой вот именно курвы. Здесь вы можете переключиться на FV и будете ей корректировать от верхней точки, от меньшего к большему. Здесь у вас получается от большего к меньшему. Вот если вы ее вот так вот откорректируете, вот так поднимете, нажмете на курву, то будет уменьшаться эта часть. Вот начальная к исходной, к ведущей. Если вы ее сделаете опять, вот такая штука получается. Можно переключиться на FV. То вы будете уже от этой части регулировать ее, размер. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот вы ее корректируете, вот сюда вот уводите и получается, что можете делать разную толщину. Нажимаете, вот вы видите, что здесь стало тоньше, а здесь осталось, как и было. Вот здесь толщина. Также вы можете ее опускать ниже, выше, как вам нужно толщину регулировать. Вот уже получается рога. Драв сайзом можете именно регулировать толщину, объем вот этого вот рога. Вот такая штука получается. Также вы можете делать разные формы, придавать этому рогу. Вот допустим, вот так ее изогнуть. Вот он будет вот так вот выглядеть. Можете вот так вот увести вглубь. И получается от меньшего к большему, к меньшей и к большему уходит. Вот так вы нажимаете, уже вид рогов будет такой формы. Можете придавать любую рогу. Вот такая штука получается. Теперь допустим, вернемся на шаг назад. Вот получился у нас рог вот такой. И вот он нас типа устраивает. Чуть-чуть еще сейчас подкорректируем, чтобы он поприятнее глазу был. Вот так вот. Вот эту часть еще поднимем. Вот так вот. И вот эту часть можно вот так вот подкорректировать. Так. Вот так еще немножко уведем. И немножко вот здесь можно ее припустить вот так вот. Вот допустим, все рог вас устраивает, но вам нужно два рога еще дополнительно. Здесь можно его сделать так. Курв функционер вот эта. Жмем снэпшот. Вот этот. Когда мы его нажали, то можем вот уже выводить. Вот у нас есть дубляж. Вот они. Еще два рога. Но рога у нас вот именно привязаны сейчас вот к этому вершине. Нужно зайти в курв. И отключить вот этот люк стар и люк энд. Вот эти. Вот теперь мы можем взять эти рога и вот так вот вывести. Вот допустим, вот таким образом. Вот мы можем уже дополнительно с ними работать. Мы их можем поставить как нам угодно. Вот таким вот движением. Можем их вот так изогнуть. И можем их вот здесь вот чуть-чуть вот так вот подкорректировать. Вывести опять же куда нам надо. Вот эти вот нижние части центральные. Вот так вот. Также можем опять зайти в курв и нажать лук старт опять. Чтобы зафиксировать вот эту вот часть нижнюю. И вот этой частью вот теперь мы можем искривлять рога. Вот так вот. А эта часть у нас двигаться не будет. Вот у нас получаются такие прикольные рога. И опять мы можем нажать лук энд, если нам надо, чтобы зафиксировать вот эту точку. Чтобы она не двигалась. И чтобы подкорректировать именно вот эту середину. Вот так вот. Где-то изогнуть, где-то ее чуть-чуть. Вот так вот сделать. Вот такие прикольные получаются рога. Все быстро, все хорошо, все прикольно. Снять курву можно способом, зайдя в лези маус. Так. Снять курву можно, зайдя в курв функцию и нажать delete. Вот так. Или просто нажать на объект. Все. Вот у нас курва снялась. Вы видите, что эти рога замаскированы. Можно использовать Ctrl-I. Вот так вот переключаться. Также можно отключить Ctrl-Shift именно сферу. Потому что они уже разбиты на полигруппы. И уже работать, скрыть, допустим, сферу можно убрать. Или, допустим, голову, если не нужна. И оставить только рога. Вот так вот. Также с этих рогов можно сделать отдельную кисть. Все. Всем пока. До свидания. Надеюсь, вам это пригодится. Также смотрите исходное видео. Там еще много информации. Ну, вот эту часть я решил закинуть именно на этот канал.